Это очень хорошая история для аналитики и для дальнейших маркетинговых ходов. Можно на 5 лет вперед сделать скидку по FNAID с 2018 года, и люди будут возвращаться, если они у вас были, и вам понравилось. Я буквально ночью сегодня смотрела объект размещения, отель 3 звезды, классификация стоит, суд и 764 рубля. Я даже не представляю, то есть у меня даже нет комментариев на этот счет. Ну, понимаете, и у меня много таких слайдов было подготовлено, я вам несколько добавила. Мы также, друзья мои, забываем, пытаясь снизить, пытаясь выбрать деньги как стратегию поведения, мы забываем вообще о доходах. Ну, давайте честно, мы здесь занимаемся сферой гостеприимства, оказания услуг и получением дохода. Но даже разница в том, что если ты пытаешься сдать в последний момент по цене ниже, и тем самым компенсировать загрузку, то ты все равно ничего не добиваешься. Я вам сейчас покажу примеры. Ну, вот даже наша конкурентная группа, да, вот, на соседних домах, там, объекты. Вот, люди, да, так и простое, стремятся заполнить плотнее, перестают считать экономикой, и начинают снижать цены, в итоге проигрывают. Если мы посчитаем 1200 рублей загрузка в 80% на 30 суток, то вот она доходность одного номера. Если мы 28800 рублей. Если мы посчитаем по 1800, нормальная приемлемая цена для подобных там объектов размещения, таких звезд, ну, имеющие удобство, да, внутри номера, при загрузке в 65% чек получается выше, да, доход у нас на номер получается выше. При этом загрузки 80%, как правило, и нет, потому что стратегии именно на наследний пластмин. Я считаю, что на сегодняшний день у нас, судяки, произошел кризис, об этом, правда, никто еще не говорит, видимо, когда совсем зима встанет, и так далее, или все, наверное, заговорят. Я вижу выход из кризиса и со стороны власти, и со стороны бизнеса. Со стороны бизнеса, потому что все-таки я предприниматель, и власть никоим образом не предоставляю, в лучшем случае общественную организацию. Так вот, встать и начать проявлять активность. Кто вчера был на мероприятии? Вы знаете, чтобы собрать тех людей, кто вчера были, это потребовалось колоссальное количество ресурсов. Колоссально. А при этом у бизнеса есть, вот, мы бизнес говорим, вот власть, вот так все там, вот у нас как-то зорпируют, как-то ограничивают, вот сидят представители власти, задаваются вопросы. Открытые абсолютно, они после этого вышли, целый час были в пайе, ни один человек не подошел и не задал вопрос. Какая у нас активность у бизнеса, господа, предприниматели? Очень, ну вот, вот прямо честное слово. Нас со всех сторон пытаются прибереть, и при этом мы продолжаем молчать и снижать ценность. За 700 рублей на несколько вздавательских взглядов. Вот, дальше, поэтому надо все-таки начать управлять активность. Выполнение минимально необходимых норм для ведения деятельности. Ну, когда, и я, более того, то, что вчера Анна Маркушина говорила по поводу зарегистрированных предпринимателей и склассифицированных всего 600 человек, с ответом, да, необходимым, то у меня это просто многоражает. И действительно, как может нас отстаивать власть в сравнении с Москвой, где действительно там все закрывается, и хорошие, и плохие, и все закрывается, и лучшие, и все закрывается. Как нас может дальше отстаивать власть, когда мы сами не готовы платить налоги, когда мы сами не готовы, соответственно, применять необходимую минимальную норму. Дальше. Осознание своего сервиса и набора услуг для своего гостя. У нас многие ставят, значит, вот ставят, там, 3-безды отель, при этом у них рейтинг, там, ниже 7, при этом у них, то есть для какого гостя вы ориентированы. Если вы ориентированы на гостя, эконом-варианты совсем со всем, да, есть эконом, эконом-пост, эконом-минус, да. Ну, это моя личная. Ну, то есть если вы ориентированы на какой-то сливой аудиторией вы ориентированы, это же неплохо и нехорошо, Их постелы точно так же ориентированы на свой целевую историю, сдают по своим доценам. Но надо же понимать и заявлять тогда о себе. А когда, конечно же, 4 звезды стоят по себе в качестве 4 звезды, чтобы поднять цены на прибыль, сервис предоставить нефти какой, и потом в итоге упасть в силу ниже плинтуса. Но надо же понимать, какой у вас сервис, для какого гостя, какой цен нет. Дальше. Объединение и коллаборирование в цепи. Это очень хороший опыт на Западе, когда люди объединяются, создают цепи и могут влиять таким образом и на власть, и на ценообразование, и на саморегулирование системы. И, например, опыт санитарских стран показал, как они очень хорошо снизили общим усилием, снизили комиссию ОРТО. А мы повсюду так же и мы. Просто взяли, объединились и снизили все общие массы комиссии ОРТО. Ну, понимаете, когда превышает процент заинтересованности людей выше 60%, а считается у нас 64%, это когда вот, ну, вот уже прям хороший, да, процент для мнения, да, для того, чтобы прислушиваться к большинству. А когда об этом говорят 3-4-5 человек, ну, конечно, кто тут будет слушать. Поэтому организуются мероприятия такие, и их очень много, и поэтому надо, ну, продолжать как-то все-таки углеваться и появлять связь. Следующее. Саморегулирование отрасли и ценнообразования. Я не говорю здесь о том, что надо это делать каким-то, каким-то там государственным опытом. Но саморегулироваться можно. Есть огромный, конечно, опыт, опыт от других отраслях, где отрасли саморегулируются. Дальше. Влияние сильной массы на ОРТО. Ну, я уже привела. Со стороны властей прислушиваются к мнению предпринимателей. И на самом деле они прислушиваются, если мы идем и говорим о том, что нам нужно. Для этого создаются и общественные советы, и общественные организации. И одно дело, когда ты один и представляешь просто как коммерс, и, конечно, тебя слушать никто не будет. Ни в администрации города, ни в... нигде. Когда мы объединяем в себя какие-то более сильные организации, то, конечно, это имеет определенный вес. Законодательное регулирование, да, у нас последствия. Потому что у нас на сегодняшний день очень слабая законодательная база в сфере, ну, как минимум, гостиничного услуга. И об этом властей, кстати, сейчас и занимается. И понимаете, какая штука, что если мы с вами не скажем, как нам надо сделать, какие нам нужны госты, какие нам нужны нормы, как нам надо делать, то законодатели сделают нам так, как считают нужным. А потом опять будут останавливаться, что власть ничего не делает. Тем более сейчас у нас указом президента Российской Федерации сказано на то, чтобы власть помогала предпринимателям. Но она не будет ходить за каждым из нас. Вот проходят разные экстремистры, проходят всякие встречи. И сколько вот я обрываю, честно сказать, это вот, наверное, последний год стал таким каким-то более преломным, когда стало действительно как-то со стороны власти идти в процесс прислушивания и приглашения. Даже на заседание в Смольной достаточно, ну, вот мне там несколько раз приглашали как предпринимателя на рассмотрение рядом каких-то там вопросов, да. связанных с гостиницами. Дальше. Но опять-таки, чтобы вас приглашали, надо заявиться. Надо же себя куда-то внести в списки. Кто вас знает, если вы даже налогу не зависти? Вот. Дальше. Создание конструктуры правильного общения. Медодические пособия по взаимодействию с органами класса методов. Вчера встреча с «Статрибнадзурами» и «Миграционный искусство» показала нам, насколько у нас печально все в этой сфере. И люди, которые присутствовали, люди, которые присутствовали, конечно же, они тоже сделали выводы. И сейчас мы будем писать резолюции на эту сему. Поддержка сильных игроков, освобождение государственных барьеров, поддержка общественных ревизионных комиссий. Это со стороны власти. Мы с вами находимся в левом секторе. То есть не надо смотреть на то, что делают правы или не делают. Надо смотреть на то, что делаем ли мы или не делают. И, в общем, конечно, здесь история коллаборирования и, таким образом, очищения рынка от непописиотнадзурных раков. И дальше я приведу вам просто цифры, как минимум, потому что я просто несколько из них взяла показатели, цифры по нашей сети, насколько сила сети все-таки влияет роли, как минимум, на экономические показатели доходности в отеле. Есть такая поговорка, что веник всегда, ну, точнее, по утикам. Если вы просто один отель и идете, ну, соответственно, занимаетесь деятельностью, да, то у вас есть определенные расходы, как у всех. И, ну, при этом, если это сеть отеля, то эти расходы на один отель, ну, я здесь в данном случае правила 10 номеров, да, отель маленький, мало средств размещения с 10 номерами. То, соответственно, сейчас не буду перечислять все цифры, но, видите, годовая выгода только на экономии, там, за счет скидок систем планирования, за счет рекламы распределения на все, да, на сеть отелей, за счет маркетолога и маркетинга. Вы можете думать, что я тут, зачем мне 10 номеров, отельчик, зачем мне маркетолог. Так поэтому вы и снижаете, потому что вам маркетолог не нужен, вам не надо специальный человек, который занимается всеми площадками, все электронными системами, который динамично за всем этим следит, который развивает социальные сети, развивает контекстную рекламу и так далее и тому подобное. То есть, безусловно, вы можете все это самостоятельно делать, еще при этом убирать, стирать и все остальное делать, и тогда вообще у вас тут экономия и 24 часа сутки заняты. Вот. Бухгалтерия, да, то есть, опять-таки, люди, которые все-таки ведут законодательным образом свою деятельность, они ведут, да, книги, ончеты доходов и расходов, они, соответственно, считают, человек, и можно нанять бухгалтера там на аутсорсе средняя, стоимость там 20 тысяч рублей, потому что в штат за 20 тысяч бухгалтерно не пойдет, и он не нужен на один отель. А если это носить, то это приходится по 3-4 тысячи на один отель такой. Опять-таки, припасчиками стирка, стирка и упор когда надо на пелья, соответственно, тревожная кнопка у многих вообще не даже не знаю что такое у кого поднимите честно в отелях есть тревожная кнопка не у всех понимаете ищу тревожную кнопку с пожарной безопасностью соответственно тоже когда у вас есть определенные объемы вы можете влиять на стоимость обучение персонала у нас даже еще даже не начинают затрагивать вопросы о квалификации персонала а из вопроса они будут из-за стороны властей это тоже очень сильно рассматривается и у нас планируется обязательно различные не у нас мысли у нас в стране не я инициатор у нас станет понимать что люди без специализированного образования через какое-то время гостиничным услугам просто не будут допущены допущены понимаете поэтому обучать персонал надо если у вас квалифицированный персонал его надо проходить переквалификацию потому что у нас очень много чего у нас постоянно меняется и нормативная база и какие-то нововведения происходят и различная система и так далее понимаете иногда вот по чуть-чуть по чуть-чуть я вчера даже вот причем здесь не учтено очень много чего здесь не учтен или пост который он не делает один а три потому что это просто ужасно здесь не учтено много чего что еще можно учесть я просто как пример для коллаборирование и объединение и когда потому что на падающем рынке всегда выживают естественно наиболее сильные люди а поэтому мои подыток такой что надо работать профессионально самим и работать с профессионалом если вы сами не можете работать профессионально объединяться в сети усиливать сервис гостиприимства оставить свой рынок и быть активным его участником а не просто молчать и смотреть что за 700 рублей то есть мы готовы к сотрудничеству готовы к общению и киноцентре предпринимательства я председатель комиссии отельеров общественной организации по россии у нас будет раз два раза вкладка будет бесплатные концепт консультационные часы в едином центре предпринимательства будут консультировать разные эксперты нашего области да наши сферы поэтому узнавайте смотрите расписание приезжайте на полюспорских пожалуйста спасибо за вашу активность а то что вы как минимум сегодня 10 утра пришли дамы для себя какие-то выводы сделать